Уникальная железнодорожная инфраструктура Москвы. Ее транспортный каркас не имеет аналогов в мире. Эффекты от запуска городских электричек превосходят все прогнозы. Российские железные дороги продолжают развитие московских центральных диаметров, чтобы они были еще комфортнее и еще доступнее для пассажиров. На неделе завершилось строительство нового пешеходного моста, который соединил станцию Кутузовская 4-го центрального диаметра с московским центральным кольцом и метро. Что это даст пассажирам в нашем следующем материале. Станция Кутузовская МЦД-4 расположена на новой соединительной ветке между Калужским и Нижегородским направлениями. Ранее этого участка не было на транспортной схеме Москвы. С его появлением жители города стали строить новые маршруты, используя исключительно железнодорожный транспорт. С Кутузовской можно без пересадок доехать до семи центральных железнодорожных вокзалов. Сейчас пассажиры будут тратить на пересадку в пределах транспортно-пересадочного узла Кутузовская не больше четырех минут вместо прежних восьми. К тому же новый переход позволит разгрузить действующий северный вестибюль МЦК на 20% с 14 до 11 тысяч пассажиров в сутки. Это действительно окончание большого проекта. Это действительно московский городской вокзал. Вот мы сейчас вместе с Москвой трансформируемся из транспортно-пересадочных узлов в городские вокзалы, как и договаривались. На вокзалах можно купить билеты, можно осуществить какую-то небольшую покупку. Комфортно, светло. Самое главное, можно перейти из одной точки в другую, как мы называем, сухие ноги. При строительстве моста железнодорожники проделали внушительный объем работ. Конструкцию возводили в условиях плотной городской застройки над путями МЦК и автодорогой «Трешки». Проект моста нетиповой. Его изготовили по индивидуальному заказу. Длина перехода — 160 метров, а вес — 363 тонны. Строители использовали лучшие отечественные материалы, оборудование и инженерные системы. Металл обеспечивает надежность и прочность основных конструкций снаружи, а панорамное остекление дает много пространства и света внутри пешеходной галереи. На Кутузовской, по сути, с ноля построен один из крупнейших транспортных узлов города Москвы. Здесь была реконструирована Филевская линия метро. Построено Московское центральное кольцо. Построен Московский центральный диаметр 4. В МЦД 4 запущено 11 маршрутов наземного транспорта. Даже сделан речной трамвайчик. Все это объединено в единую систему Московского городского вокзала. С запуском МЦД 4 также улучшилась логистика между двумя крупнейшими деловыми кластерами. Центр Москва-Сити и штаб-квартира Избера, у которой сейчас достраивается один из последних корпусов. Сотрудники компании будут попадать в офис, не выходя на улицу. А дорога в деловой квартал займет не больше 7 минут. И опять будет действовать принцип «сухие ноги». Мы искали, мы нигде в мире не смогли найти такого интегрированного решения. Река, наземный транспорт, железнодорожный транспорт, две железнодорожные ветки и третий – это метро. Просто, наверное, это беспрецедентное решение. И, конечно, мы крайне благодарны вам за такой подход. Интересно, что трассировка новой ветки МЦД 4 пролегает по месту, где располагался домик обходчика. Это архитектурный памятник. Строение возвели в начале 20 века для обслуживания окружной железной дороги. Сейчас это МЦК. Здание перенесли, отреставрировали и бережно интегрировали в станцию Кутузовская. Чтобы пассажиры не пропустили достопримечательность, железнодорожники разместили информационные стикеры как раз в стеклянной галерее нового моста.